Отпуск на море для нас, россиян, это святое. Хотя бы раз в год, хотя бы наше, впрочем, нет. Черное уже устраивает далеко не всех. Времена, когда море автоматически ассоциировалось с Ялтой и Сочи, быстро прошли, теперь нам подавать за морские моря. Пардон за тавтологию. Правда, советская уверенность, что можно получить пятизвездочный комфорт по цене частной лачуги с удобствами во дворе, в нас по-прежнему неистребимо. Это при том, что поговорку про бесплатный сыр мы знаем лучше всех. Что ж, давайте вместе учиться отдыхать цивилизованно. Добрый день, присаживайтесь. Что бы вы хотели? У меня сейчас выдала замечательная возможность отдохнуть, в конце концов. Вот, и я решила к вам обратиться. Мне хотелось бы где-нибудь в середине апреля съездить отдохнуть. Что в вашем представлении отдохнуть? Я бы хотела в какую-нибудь жаркую страну, чтобы воздух был сухой, море теплое, веселье много было. Отель как минимум четыре звезды. Вы знаете, там, где жарко, вот в середине апреля, я боюсь, что мы с вами сухой воздух не получим, кроме африканского континента. Вы хотели бы в Египет поехать? Я вам хочу вас предупредить, что в это время очень высокая температура воздуха. В Эмиратах будет влажновато, в Таиланде будет влажновато, потому что начинается сезон дождей. В принципе, я могла бы вам Гуа предложить. Итак, при планировании, казалось бы, простого тура, необходимо учитывать мелочи, которые могут повлиять на качество отдыха. Ведь существует множество нюансов, не зная о которых вы можете столкнуться с неприятными неожиданностями и не получить удовольствие в полном объеме. Если же еще до отъезда вы узнаете, что, где, когда и почем на курорте и в отеле, то на месте потратите на это куда меньше времени и не сделаете ошибок, которые так портят настроение. Главное – правильно подобрать турфирму. Действительно, человеку не надо никуда бегать, не надо бегать по посольствам, улаживая свои визовые формальности, не надо бежать в кассу и стоять в очередь, не нужно думать о трансфере, не нужно думать об отеле, как он его забронирует, допустим, через интернет самостоятельно, а потом нужно еще оплатить какой-нибудь пластиковой картой, вебманией или со своего счета перевести деньги. То есть не надо ничего. Один раз нужно прийти в турфирму и все оформить. Один раз. Но, как говорю всегда, как не покупают хлеб по телефону, так и путевку без визита в турфирму не покупают. Даже если вы тщательно подготовились к будущему туру, опытные специалисты всегда найдут, чем вас удивить или предупредить. Знаете ли вы, например, о том, что на тунисском курорте Сус в августе в воде много медуз и купаться надо осторожно. На Крите в сентябре так ветрено, что порой даже в воду не войдешь. В популярных отелях Турции, чтобы занять хорошее место, нужно вставать ранним утром. Ну а на пляжах Кубы и Испании есть специальные уголки, где вечером можно заниматься любовью, не опасаясь полиции и негодования местного населения. Однако не все турфирмы одинаково полезны. Есть детали, которые просто необходимо знать при обращении в компанию, дабы избежать непредвиденных и опасных ситуаций, в том числе и мошенничества. Клиент должен знать, что у турфирмы, у любой, должна быть обязательно лицензия. Хотя это не панацея всех бед. А договоры это само собой. В договоре как раз прописаны все условия вашего путешествия. А лучше, если это еще помимо договора, будет и приложение к договору, где написан отель, указана его звездность, указано обязательно питание, указаны оплаченные дополнительные услуги. Это просто необходимо. Потому что если у вас не будет этих бумаг на руках, вы после поездки ничего никому не докажете. Если же вы все-таки не смогли избежать аферы, то уладить этот вопрос не составит большого труда. Вам просто нужно будет сделать фотографии невыполненных и не устраивающих вас условий, а также взять в отеле соответствующие документы. Например, если вместо обещанного четырехзвездочного вас отправили в трехзвездочный отель, то вам понадобится свидетельство о звездочности. То есть вот с такими бумажками вы можете пойти после поездки в турфирму и предъявить претензию, если она что-то неправильно выполнила. Если вам откажутся что-то компенсировать, значит нужно идти в суд. А еще хорошие турфирмы постоянным клиентам всегда предоставляют скидки. Есть также и сезонные скидки. В основном они начинают действовать осенью и зимой. Но несмотря на это, особый наплыв клиентов происходит все же летом или во время каких-нибудь праздников. Ведь короткие туры – это отличное решение для тех, кто хочет сэкономить время и в то же время полноценно или, по крайней мере, интересно отдохнуть. Такие поездки универсальны. Это могут быть выезды со всей семьей, с компанией друзей или коллег по работе, а то и романтическое бегство с любимым человеком. Ну а как это все грамотно организовать, вы теперь уже знаете. Не правда ли? Редактор субтитров А.Семкин